в Карабахе прошел парад победы. Этот день победы попортил настроение всем. Подлинный автор карабахской виктории, президент Турции Эрдоган был в отвратительном настроении. Это было заметно. Он все время косился на президента Азербайджана Алиева и то посматривал на его нос, то скашивал глаза на свой нос, а потом и вовсе мрачно уставился в пространство с отсутствующим видом. И он был прав. Этим президентам, президенту Азербайджана и Турции лучше рядом никогда не стоять. Наблюдается огромное носовое несоответствие. Мы знаем, как много значит внешность для политика. Много. Эрдоган рядом с Алиевым выглядел как обыкновенный дед-щукарь. Янычарского, да и просто турецкого в нем оказалось маловато. Вот подбирая артиста на роль главы турок, на этом кастинге у Эрдогана шансов бы, честно говоря, не было. Очень плохое настроение было у Эрдогана на параде. Он откровенно переживал за свой не солидный, не инычарский, можно сказать, рязанский нос. Под таким носом бессмысленно разводить бравые турецкие усы. Ха, они будут насмешкой над носом. Над таким носом глупо возвышать челму получится вятский драматический театр похищения Сираля. В общем, шмыгал грустным он рязанским носом, а Алиев размахивал своим турецким элегантным, натопающими пятнистыми солдатиками и торжествовал. Алиев стелился, конечно, семенил, две тысячи раз раскланялся, подносил рахатлукум, но так и не понял, почему Эрдоган пахтел, злобно пахтел в свои усики, которые вообще-то напоминают общую зубную щетку в детдоме. На возрождателя Османской империи, конечно, Алиев похож больше. Я бы рекомендовал Алиеву, если он дорожит братской связью турецкого и азербайджанского народа, мчаться к пластическому хирургу и уменьшать главную достопримечательность своей физиономии. Можно оставить ту же форму, но уменьшив ее раз в пять. Иначе союз невозможен. И возрождение Османской империи тоже. Надо сказать честно, что Эрдоган был не единственный, кому бакинский парад ужасно попортил настроение. Про армян я уж не говорю. Все и было придумано так, чтобы сделать им максимально больно, и в этом смысле все получилось. Но были те, кому было еще больнее, чем армянам и даже чем Эрдогану. А больнее всего было русским патриотам. Для них бакинский день победы стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах не было ни единого кадрика. Ну, а на местах могли быть, но их просто пропустили по глупости. И дело не в поверженном союзнике, не в Армении, о которой теперь Баку вытирают ноги. Нет, Москве пофигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков. В руководстве страны не присутствуют шизофреники и серийные убийцы, как в Белоруссии. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет. Ни военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно была лютая боль. Дело в том, что бакинские варвары в совершенно непотребном виде, искореженную и закопченную, привезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России, технику. Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями. Он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную. Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку. Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену. И С-300, и С-400, панцири, грады, триумфы, танки, БРДМ, БТР, БМП, все на что молится Россия. У нее, конечно, много богов, но Иисус, например, занимает местечко где-то между градом и панцирем. Баку крайне жестко продемонстрировала, что вот те же самые штуки, что служат идолами русских парадов, но уже после встречи с маленькими еврейскими и турецкими беспилотниками. Продолжение следует...